Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Сегодня мы пригласили к нам в гости исполняющую обязанности декана факультета бизнеса и информационных технологий Московского финансово-юридического университета. Юлию Юрьевну Осипову. Здравствуйте, Юлия Юрьевна! Здравствуйте! Ну, сразу расставим точки над «ы», потому что была такая библиотура МФЮА, юридическая академия, а теперь это называется Московский финансово-юридический университет. Это просто такое переименование и всё. Суть не меняется или меняется? Суть не меняется. Если говорить об истории, Московская финансово-юридическая академия была открыта в 1995 году, а в 2010 году она получила статус университета. Но поскольку уже эту аббревиатуру знали, то было принято решение оставить. Ну, это как бы знаменитые театральные институты, там РАТИ, ГИТИС, Российская академия театрального искусства и ГИТИС. Хорошо. Хорошо. Юлия Юрьевна, мы сегодня будем говорить о современном образовании, потому что такой важный момент, тем более приятно видеть столь молодого, целеустремлённого специалиста, и всё-таки исполняющий обязанности декана, это звучит очень серьёзно. Не страшно исполняющие обязанности работать? Нет, абсолютно не страшно. Что за коллектив? Вы вот работаете на бизнес-информационную технологию. Кто в вашей команде преподавателей? Да, у нас факультет бизнес-информационных технологий, у нас огромный профессорско-преподавательский состав, причём мы стараемся привлекать преподавателей практиков для того, чтобы нашим студентам рассказали о реальных тенденциях, о реальных профессиях. Конечно, потому что наша самая главная цель, мы это говорим и родителям, и студентам, и потом мы это подтверждаем, значит... Всевозможными документами и выпускниками прежде всего. Да, не документами, я бы сказала, что мы это подтверждаем на выпуске, значит, о том, что мы стараемся воспитать, я бы сказала, профессионалов, людей, которые, выйдя в большое плавание, в большую жизнь, они будут иметь настоящие навыки, которые... Не растеряются, по крайней мере, а сразу займутся делом. Абсолютно верно. Это очень такой важный момент, потому что, ну, скажем, я где-то недавно буквально читал журнал такой серьёзный, там размышляли по поводу будущих профессий. Ну, мы знаем, что многие профессии исчезнут, там не будем говорить, какие, чтобы никого не расстраивать, при этом какие-то профессии будут появляться. И это будет настолько быстрый процесс, что мы будем за этим не успевать. Раньше всё-таки жизнь была такая устоявшаяся, да, а сейчас это будет очень быстрый процесс. И поэтому такая некая конвергентность должна присутствовать, когда человек должен уметь многое. Вот насколько я понимаю, ваш ВУЗ, собственно говоря, глобальная такая история, это и попытка, с одной стороны, воспитать профессионала, а с другой стороны, всё время пристраиваться, в хорошем смысле этого слова, к веяниям времени. Вот как он работает и какие ещё специалисты там выпускаются сегодня? Да, вы всё правильно говорите. Давайте начнём, наверное, с крайнего вопроса, который вы задали по поводу специалистов, каких мы выпускаем. Мы готовим юристов, мы готовим менеджеров, мы готовим выпускников по специальности государственное муниципальное управление. Также это мы всё говорим про бакалавриат. Если говорить про специалитет, это таможенное дело, экономическая безопасность, национальная безопасность, и такие творческие профессии, как дизайн. Значит, если говорить про самое востребованное направление по последнему году, то это таможенное дело. Ух ты! Это самый большой набор в университете, это таможенное дело, это специалитет, 5 лет. Это вот эти люди, которые наши чемоданы обследуют? Абсолютно верно. Это люди, которые отвечают за перевозку товаров. Вот видите, вы красиво отвечаете. А я сразу... Нет, мы понимаем, конечно, что с точки зрения государства, это важная история, но для меня прям новость, что действительно это пользуется. Ну там юристы были популярны, экономисты были популярны, журналисты, кстати, какое-то время тоже было популярно. Ну-ка, медийная история. А сейчас таможенник. Да, таможенное дело. Оно, наверное, популярно в двух, скажем так, ипостасиях. Первое, потому что экзамены, которые требуются на эту специальность, это русский математика и вступительная физическая культура. И второй аспект, это все-таки специалитет. Пять лет для молодых людей это очень, скажем так, востребовано. И, конечно же, самое важное, это материально-техническая база, которая у нас существует. У нас существует несколько таможенных лабораторий, которыми мы очень гордимся. Такие реалистичные, насколько мне известно. Со всеми специальными приспособлениями, со специальной аппаратурой, которая необходима для того, чтобы студентов научить, чтобы они действительно увидели и умели. Самое важное, наверное, вообще при выборе университета, это куда потом студент, будущий студент может трудоустроиться. Так вот, таможенное дело у нас очень гордится тем, что у нас как минимум три поколения выпуска студентов работают в Домодедовской таможне. И туда приходят новые. Абсолютно верно. То есть сюда можно постучаться. Абсолютно верно. То есть теперь я буду в Домодедово придавать привет, если что. Да. Также мы сотрудничаем не только с Домодедовской таможней, но и с Внуковской таможней, с Московской областной таможней. Это самое, мне кажется, важное. Ну вот мы возвращаемся к теме студентов. Да, понятно, что год сентябрь уже прошел, впереди еще год, но так быстро все происходит, что опять нужно будет вступать, поступать и так далее. Вот любой вуз, он ставит перед собой какую-то цель. Вот какой к вам идет студент? Это кто? Мужчины, женщины? Какой возраст? Какой балл проходной? Это же тоже такие важные моменты. Ну, можно, я имею в виду, это же тоже показатель учебного заведения, когда трудно, хотят поступить, то есть конкурс присутствует. Это все есть? Естественно, конкурс есть, конкурс есть еще по той причине, что у нас есть бюджетные места, и это очень важно. Это важный момент. Да. Помимо того, что у нас в этом году будет более 80 бюджетных мест, у нас также есть бюджетные места в колледж при нашем университете. И это тоже очень важный аспект, который стоит затронуть и стоит сказать будущим студентам, нашим абитуриентам. Оттуда проще попасть, я так понимаю, будет. Я бы даже сказала не это. Я бы рассказала о том, что если вдруг у абитуриента, у нынешнего школьника, скажем так, на ЕГЭ, что-то вдруг не получится, потому что все-таки ЕГЭ – это волнительный момент. Ну, сложно, да. Да, это сложно. Вот, если вдруг у него что-то не получится, он должен знать, что он может поступить в колледж. Вот, поступает он по вступительным экзаменам, поступает, учится по ускоренной программе и далее переходит в университет. И тем самым он не теряет, как многие считают, 3-4 года, да. Он при ускоренной программе колледжа, при ускоренной программе университета он всего переучится, скажем так, год-полтора. То есть это не так страшно, как казалось бы. Ну, то есть это продумана как раз система для того, что если человек хочет, то у него есть еще некая возможность. Даже уже когда, кажется, все обрушилось, а тебе предлагают еще такой вариант. Конечно. Хорошо. А когда вот поддаются документы, и когда вообще начинается этот продукт? Когда надо начинать хотеть? Вот, замечательный вопрос. Значит, 1 ноября все университеты выложили на своих официальных сайтах такой документ под названием «Правила приема». Это основной документ, который необходимо прочитать, скажем так, нашим абитуриентам или их родителям, потому что мы знаем, что во многом родители принимают участие. Это очень важно, это очень здорово, когда взрослые люди могут посоветовать своим детям, какое учебное заведение выбрать, какую специальность выбрать. Значит, они могут ознакомиться на официальном сайте с правилами приема. Значит, по правилам приема нашего университета поступление возможно с 3 апреля. То есть можно документы уже подавать 3 апреля. Естественно, ЕГЭ на тот момент они еще не сдают. И далее, как только появляются баллы ЕГЭ, они обращаются в приемную комиссию и уже могут... А вот поступать можно на какой-то один, на одну специальность или можно сразу на несколько? Нет, насколько мы знаем, можно подавать документы в 5 вузов, если я не ошибаюсь, на 3 специальности. Хорошо. И в апреле уже можно начинать и потихонечку готовиться. Но мы советуем всем абитуриентам не терять времени и приходить на дни открытых дверей. Это важнейшее мероприятие, которое позволит познакомиться с университетом, или будем говорить с учреждением высшего образования. Посмотреть, как там все устроено. Как тут, как там, как там. Конечно. На днях открытых дверей нашего университета мы даже даем некую матрицу выбора вуза. Мы рассказываем, на что стоит обратить внимание для себя, на какие аспекты. Также, скажем так, побуждаем будущих абитуриентов задумываться о том, а все-таки какую специальность он хочет выбрать, что бы ему было наиболее интересно. Но также рассказываем, что по закону любой студент после первого семестра имеет право сменить специальность. Если вот он поступил, да, и понимает, что ну вот совсем... Ну не пошло. Не пошло, да. Вот, например, поступил он на журналистику, а понимает, что ну вот совсем не его. Да, бывает такое, да. А он будет замечательным менеджером. Он построит великолепную карьеру, и поэтому мы даем такую возможность нашим студентам. Вот, стараемся быть очень чуткими, стараемся быть очень... Чутко прагматичными. То есть потому что вам же не хочется, это в любом вузе, да, когда человек, ну, все гаснет, гаснет, гаснет. Ты понимаешь, он никого не слушает, это плохо с любых точек зрения. А так у него есть возможность. А попробуй себе так. И вдруг он начинает расцветать там, где, казалось бы, не планировалось. Конечно, потому что у нас очень яркая студенческая жизнь, которая затрагивает очень много также аспектов. И она дает возможность познакомиться тоже с однокурсниками своими с первого курса, пообщаться, узнать про ту или иную специальность. Дает возможность познакомиться с преподавателями, которые ведут лекции на тех или иных специальностях. Мы стараемся действительно идти навстречу студентам во всех... То есть вы для студента? Абсолютно точно. А не студент для вас. Большая разница. Вы знаете, я даже хотела сказать о том, что вот сейчас мы знаем, что и губернатор Московской области, и президент говорят о том, что должна быть чуткая власть. Я бы, наверное, сравнила университет с муниципалитетом, можно так сказать. Потому что мы тоже стараемся быть чуткими к нашим студентам. Стараемся дать им возможность. Чувствовать их, их желание. И не только, так сказать, требовать, но иногда все-таки помогать им немножко расслабиться. Наши не очень такое времена... Ну, все времена всегда по-своему для студента. Это и финансовый вопрос, и семейный вопрос, и любовный вопрос. Тут все большой, так сказать, аспект. Ну, будем считать, что первую часть нашего поступления в ваш университет мы прошли. А во второй тоже мы сейчас вернемся к этому разговору. Напомню, что у нас в гостях Юлия Юрьевна Осипова, исполняющая обязанности декана факультета бизнеса и информационных технологий Московского финансово-юридического университета. До встречи через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко, и у нас в гостях исполняющая обязанности декана факультета бизнеса и информационных технологий Московского финансово-юридического университета Юлия Юрьевна Осипова. Ну, и для тех, кто любит аббревиатуры с историей, с именем это МФЮА – Финансово-юридическая академия. Скажите, пожалуйста, вот вы исполняющий обязанности декана факультета бизнеса и информационных технологий. Бизнес – такой вопрос сложный. Вот наверняка сейчас смотрят какой-то студент или, может быть, родители студента, которые хотят, чтобы у них сын был бизнесменом. Ну, бизнесмен – это успех. – Естественно. – Да, это всегда. Вот как вы учите бизнесу? Нужен же для этого еще, помимо ЕГЭ, всего остального, нужен еще какой-то талант, предприниматель и так далее. Вы сказали, что у вас много практиков. Правильно ли я понимаю, что это люди, которые знают, что такое бизнес, как его там открыть, как вести, там маленький бизнес, средний, серьезный? – Да, вы знаете, мы на постоянной основе приглашаем людей… – Спикеров, да? – Спикеров, да, которые добились высот в той или иной профессии. И студенты имеют возможность вот так близко пообщаться с человеком, задать все интересующие вопросы. Особенно сейчас актуальная тема стартапов. Мы на постоянной основе приглашаем спикеров, и они отвечают на вопросы студентов, тем самым помогая им, давая им возможность понимать, куда же им обратиться, с чего им нужно начать, и как это все можно реализовать. – Ну да, они как бы сокращают вот эту историю, которую некоторые должны пройти сами, набить себе, так сказать, шишки, а тут есть возможность. И потом, мне кажется, что от правильного вопроса иногда и место работы можно получить неожиданного этого человека, который видит, о, это мне парень нравится, или это девушка, да? – Да, все верно. – Хорошо. О коллективе хочу еще раз поговорить. Вот помимо спикеров-приглашенных, вы сказали, что у вас довольно-таки большой профессорско-преподавательский состав. А как вы набираете коллектив? Вы проводите какой-то мониторинг? Есть какой-то костяк? Или меняете как-то эту команду? – Вы знаете, у нас существует очень много кафедр. И наши заведующие кафедры, они, естественно, имеют костяк, так скажем, профессорско-преподавательского состава. Это и кандидаты наук, и доктора наук, которые работают уже очень-очень много лет. Но так или иначе, мы даем возможность и молодым специалистам попробовать себя, начать карьеру преподавателя. И набираем ежегодно, появляются у нас вакансии, и можно попробовать себя в качестве преподавателя. А выпускники возвращаются в таком вот амплуа? Я знаю, что сейчас во многих вузах так, вроде вчера учил, а завтра вы уже коллеги. Такое тоже бывает. Да. Вот, кстати, про это я бы хотела чуть поподробнее рассказать. – Давайте. – Потому что все мы знаем, что студент учится 4 года, если это бакалавриат 5 лет, если это специалитет. Дальше он выходит, начинает рассылать свое резюме по компаниям. Компании говорят, что нам нужно с опытом работы. А где же бедному студенту этот опыт работы? – Вечная проблема, да. – Так вот, у нас есть в университете центр карьеры, и мы специально для наших студентов даем рабочие места. В особенности стараемся это делать в летний период. – Ну да, такое время хорошее. – В приемной комиссии, чтобы студенты могли познакомиться с введением документации, с общением с людьми, с дачей консультаций. И, соответственно, это уже идет в их копилочку навыков, которые дальше им позволят уже обращаться в компании. Но немаловажна эта практика, потому что на месте практики можно зачастую получить предложение о работе. – Да, такое часто было. – У нас это было очень часто и бывает очень часто. И мы всегда студентов своих ориентируем, и об этом говорим заранее, о том, что нужно себя максимально проявить, постараться. Поэтому мы уделяем особое внимание практике. Это, мне кажется, самое важное в высшем образовании. – Ну, я так понимаю, есть определенные контакты с теми компаниями, которые готовы, а, взять студентов на практику, и, б, даже они заинтересованы в том, что если студенты порядочные и качественные, то они могут им предложить уже работу. – Конечно. – Это тоже хорошо. Сегодня, мне кажется, что жизнь такая, что студент уже даже к концу первого, к началу второго курса вполне может и учиться, и работать, потому что, как я говорю своим студентам, у вас точно 24 часа можно работать без сна, плюс развлечения. Вот вернемся к этой теме, потому что студенты живут весело, как известно, от чего до чего, от сессии до сессии. Вы сказали, что вы создаете такую какую-то атмосферу. Вот немножко о бытовой части, да, там, питание, проживание и вот развлечения. Как это работает у вас в УЗЕ? – Да, у нас есть студенческий актив. Ежегодно мы набираем туда студентов. У нас есть база отдыха в Звенигороде и в Щербинке. Значит, для студентов выводятся выезды, организованные и студенты едут туда ознакомиться. Для них проводится огромная программа и команда образующая, и познавательная, и какая-то развлекательная, где они сами могут проявить себя, показать свои таланты. Мы на это сейчас делаем большой упор, потому что, как мы знаем, современный работодатель уже требует чуть больше, чем даже вот знания по прошлой десятилетии, я бы так сказала. Потому что сейчас работодателю необходимы не только hard skills, да, это метапредметные навыки, но и soft skills. Это то, что, значит, любой человек сам в себе культивирует, сам в себе развивает. Значит, у нас существует бально-рейтинговая система для студентов. То есть каждый студент в своем личном кабинете видит, сколько баллов он зарабатывает за семестр. Баллы он зарабатывает по трем направлениям. Это учебная, внеучебная деятельность и научная. Туда включается все, и посещение, и работа на уроки, если говорить про учебную деятельность. Вот. Тем самым в конце семестра он попадает в рейтинг и попадает в группы альфа, бета, гамма, которые в дальнейшем, во-первых, позволяют получить больший коэффициент баллов. Так. И второе – получить наилучшие места практик. Ага, то есть, понятно. Такая система отбора. Также с этого года у нас есть новые меры поддержки студента и мотивации. Это стипендия на платной форме обучения. Значит, уже долгие годы мы проводили такой эксперимент на специальностях высшего образования. И мы заметили, что действительно студент больше замотивирован, что называется, рублем. И в этом есть свой плюс, потому что в дальнейшем мы выпускаем студентов в большое плавание, на места трудоустройства, на работу. И там тоже система мотивации, она во многом как раз-таки заключается в денежном эквиваленте. А сколько стипендий это может быть? Или это варьируется тоже в зависимости от бальности, от рейтинга? Нет, значит, стипендия в первом семестре, все студенты высшего образования получают стипендию в размере тысячи рублей. А далее, после прохождения первой сессии, уже их стипендии варьируются от тысячи до четырех тысяч рублей. Ну, в зависимости от успехов. Абсолютно. Понятно. Ну, и бытовые еще вопросы, столовая, проживание. Я не знаю, какие еще темы, что может войти в этот круг. Как эти вопросы решаются? Значит, по поводу питания. Значит, в наших корпусах работают столовые. У столовых также есть обратная связь. То есть студенты оставляют свои пожелания на те или иные блюда. Но я могу сказать, что уже за многолетний опыт работы уже сотрудники столовых, они понимают, что нужно студенту. Вот, и поэтому могут приготовить. Но могу сказать, что мне казалось, что студенты захотят что-то... Эдакое. Такое, да, из фастфуда, но оказалось, что нет. То есть... Нет. Студентам очень нравится домашняя еда. Картошечка с котлеткой. Картошечка, котлетка. Вот, это очень нравится. То есть непритязательное, в хорошем смысле слова. Абсолютно. Окей. Ну, а вот проживание есть? Система общежития или каких-то, ну, вот таких возможностей, если человек приезжий? Да, конечно, у нас есть общежитие. Естественно, оно тоже проходит по конкурсу, потому что если у нас студент приезжает прямо издалека, он, да, конечно, может претендовать на общежитие. Если это Московская область, то смотря в зависимости от количества мест. Понятно. Ну, и в завершение давайте опять вернемся. Вот на сегодняшний день вузов много, да. Вы еще ноябрь месяц, да, только опубликована, вот с 1 ноября, вы сказали, опубликована программа фактически поступления на будущее. Ведь есть еще понятие заинтересованности каждого вуза в том, чтобы к нему пришел вот тот самый хороший студент, который а получит, мы ему дадим хорошее знание, потому что мы в этом уверены, а мы хотим, чтобы он был хороший, чтобы он эти знания действительно получил. То есть сейчас, я так понимаю, начинается поиск этого самого студента, создание условий вот этих дней открытых дверей. Как часто они будут проходить, потому что кто-то наверняка захочет, и куда надо ехать, чтобы на них попасть? Для того, чтобы узнать актуальную информацию по дню открытых дверей, нужно зайти на официальный сайт, там всегда у нас актуальная информация. Ну, по традиции, день открытых дверей мы проводим ежемесячно. То есть это общий день открытых дверей. И также по запросу от муниципалитетов и школ мы проводим. Да, дополнительные для, например, вот хотят школы, да, мы проводим для них. Для городского округа Люберец часто мы проводим даже в оффлайн-формате, для того, чтобы родитель после работы мог не ехать, а мог подключиться. И также сейчас мы устраиваем уже выездной день открытых дверей, который недавно был в городском округе Люберец. То есть вы берете своих преподавателей, приезжаете, рассказываете. Абсолютно, кафедры, представительства. И у родителей есть возможность не ехать в Москву, да, а есть возможность прийти на месте. Ну, хотя бы первый раз послушать, а потом уже, конечно, при желании, на следующий уже можно съездить день открытых дверей уже и в ВУЗ. Тогда будет логично. Конечно, посмотреть. Также есть возможность задать вопросы, потому что у родителей часто бывает очень много вопросов, потому что все переживают, да, как их ребенок будет учиться, где он будет учиться. То же самое главное, да. Конечно. Естественно, плюс нашего университета заключается в том, что условно можно учиться рядом с домом. Потому что у нас на данный момент 9 корпусов по Москве. Соответственно, да, можно выбрать тот корпус, который будет удобным. Ну, что ж, остается только дождаться, посмотреть, какие цифры у вас будут в апреле. Пожелать вам успехов, подходы правильные, верные, современные. И, конечно же, те предметы и те цели, направления, которые есть, они очень важны. Ну, потому что нас ждет впереди много-много работы. Нас всегда много работы ждет, а сейчас особенно много. Поэтому спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам. Исполняющая обязанности декана факультета бизнеса и информационных технологий Московского финансово-юридического университета Юлия Юрьевна Осипова была гостью нашей программы. Спасибо. Вам удачи и в лице вашему всему, вашему коллективу и студентам тоже. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»